Новый 2013 год забайкальские чиновники начали с обсуждения, пожалуй, самого важного социального вопроса – повышения зарплаты бюджетникам. 22 января на заседании регионального правительства Кабинет министров единогласно проголосовал за принятие концепции совершенствования системы оплаты труда в госучреждениях, финансируемых из бюджета региона. Согласно документу, госслужащие и муниципальные работники за январь получат уже повышенную зарплату. Как вы все знаете, согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года о мероприятиях по реализации государственной социальной политики, повышение заработной платы должно быть произведено в 2013 году педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в общем образовании, в сфере общего образования. К 2018 году мы должны повысить среднюю заработную плату до средней заработной платы по экономике социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу, работникам культуры, преподавателям и мастерам производственного обучения начального и среднего профессионального образования. Повышение зарплаты произойдет путем прибавки к окладу и установлению так называемых стимулирующих выплат. Как пояснил вице-губернатор Алексей Кошелев, с первой частью проблем не возникает и каждый бюджетник получит прибавку к зарплате уже с января текущего года. А вот что касается стимулирующих выплат, то чиновники решили не торопиться. Дело в том, что у федеральных и региональных министерств пока нет единых критерий оценки качества работы бюджетника, по которым и будет выплачиваться стимулирующая надбавка. Мы предложили, давайте мы отнесем, не перенесем, просто отнесем срок введения стимулирующей части до времени, пока министерство, федеральное, каждое по-транспорному образование собой, культура свои, социальный блок свои, критерии не разработает, а наше министерство их не продублирует до низа и не проработает с работниками. Человек должен понимать, за что он получает или не получит стимулирующую выплату. То есть мы повышаем зарплату всем категориям работников, да, кому-то 5, кому-то 7, кому-то 27, кому-то 40 процентов, посмотрите на нормативные акты. Давайте мы сейчас поднимем, сколько мы предлагаем, а потом сядем и еще раз обсудим. Действительно, если будет мало или логика наша не совпадет с вашей, мы потом досмотрим или пересмотрим или доведемся. По плану социально-экономического развития Забайкалья средняя зарплата в регионе к 2018 году составит 42 тысячи рублей. Следовательно, к этому времени работники бюджетной сферы должны получать за свой труд не меньшую сумму. А вот отдельные категории госслужащих будут получать и гораздо больше. К примеру, по концепции совершенствования системы оплаты труда, зарплата у медиков должна повыситься к 2018 году практически на 200%. Выходит, что на руки каждый врач будет получать в среднем по 84 тысячи рублей. Но опять же хочу сделать особый акцент, что это средняя заработная плата будет в отраслях. То есть не каждый работник будет получать такую заработную плату, а будет получать заработную плату в зависимости от тех результатов, которые он достигнет в своей работе.